Кинематограф Про словословили все всевозможные, так сказать, кинокритики, написали разные монографии, интервью дали И в общем-то это действительно явление в такой культурной жизни России, пройти мимо него было бы как бы неинтересно, можно о нем поговорить И вы, батюшка, скажете первый, мне все равно Ну как вы, мне тоже, давайте я выражу свое мнение, вы уже потом задумаетесь Вы знаете, я бы как-то постарался бы дистанцироваться от дифферампов и от каких-то резких тоже высказываний Ну понятное дело, что церковная точка зрения будет крайне негативной Точка зрения кинокритиков будет очень позитивной, потому что с точки зрения правил кинематографа фильм снят идеально Ну очень правильно снят фильм, то есть он действительно производит впечатление и прочее Ну как, знаете, вот можно, например, провести красивое шоу, сделать так, что все будут в восторге А можно сделать его так, что в середине все уйдут, заснут, уйдут и так далее и тому подобное Поэтому кинематограф, он имеет очень серьезное влияние на умы и в нем есть определенные методы воздействия на человека Звуки, музыки, например, там определенные ракурсы, картинка и прочее, ну очень много есть, это не будем сейчас обсуждать Поэтому я бы сразу хотел бы отдистанцироваться от одной стороны, от другой, потому что эти два мнения можно сразу отбросить Православие всегда само говорит, что главное это золотая середина Но иногда в лице своих очень таких злобных представителей оно не всегда высказывается по-доброму Потому что нельзя забывать опять же о том же Христе, которого благополучно пытались там свергнуть со скалы, побить камнями и в конце концов распяли А ведь его поведение было эпатажным, он тоже, он искорблял всех там старцев, потому что ученики его ели пшеницу в субботу Каких-то там фарисеев, потому что он исцелял и больных, и воскрешал мертвых в субботние дни Что было нельзя делать по еврейским законам, ну в общем он вел себя хамски с их точки зрения, очень Причем это был молодой выскочка среди таких, знаете, вот представьте себе дедов с бородами до пупа Которые думают, что они уже все познали в жизни, и все, и тут вдруг какой-то молодой... С их точки зрения Да, с их точки зрения, да, и вдруг какой-то молодой мужчина, который начинает говорить и учить их Да еще и мудрее их самих оказывается А они-то ведь блин источник благодати и мудрости, а им тут вдруг кто-то начинает их учить, любить друг друга, и понимать, и быть милосердными Поэтому здесь нам... И говорите, вы ребята не священники, а фарисиники Фариси и книжники, да, кстати, наши бы сейчас тоже с благополучица камнями бы закидали насмерть Поэтому хотелось бы дистанцироваться от одного и другого Мое личное мнение, этот фильм это явление того, что современное церковное чиновничество не может дать ответы на простые вопросы жизни Или эти ответы остаются неуслышанными, поскольку они несовременные и не... как правильно сказать? Истины-то они вечны, истины, но их надо еще уметь сказать Понимаете, надо уметь найти к человеку подход, надо достучаться до его сердца Поэтому вот этот фильм, это явление того, что церковь не дает ответы на главные вопросы Нас опять тянут, знаете, в средневековье, там в 12 век, хотят убедить то, что земля стоит на трех китах А все, которые в это не верят, опять их всех убить, и сжечь на костре, и прочее, все остальное Вместо того, чтобы найти ту мудрость, которую Христос нес людям, почему люди за него пошли Понимаете, за ним пошли, то есть это нужно... Я считаю, вот это вот порождение, этот фильм, это именно по этой причине Ну даже по смыслу фильма, даже церковь ни в коем мере не протянула руку помощи Конечно, а так и будет Единственный, пожалуй, положительный герой этого фильма, вот этот батюшка, который его встретил в магазине, помните? И то он вышел, он не протянул руку помощи Он просто его, даже не осудил, он просто прошел, наверное, безразлично, мимо погибающего человека Ну да, он не просто даже безразлично прошел, он его начал еще грузить всякой... Ну да Знаете, это вот все равно, что человек умирает, да, там ему тяжело и плохо, ему начинать какую-то философию рассказывать про Иова, там, многострадального, чтобы он как бы умер в тишине, вот, и радовался своими страданиями Неправильный подход, это надо говорить детям, учить их, чтобы они правильно к жизни относились А когда человека бьют, и бьют его насмерть, и пожирают его живьем, просто пожирают Вот, между прочим, Левиафан, я сразу пока не забыл, а то потом вылетел из головы, все забуду Дело в том, что вот это имя еще имеет отношение к сатане То есть, например, Левиафан называется самым главным из сынов гордости, Библия его называет Ну а гордость это сатана, сатанинский грех, то есть, вы понимаете, Деница, а Левиафан, например, или Вильзебуб, Вильзевул, повелитель мух Это его... Да, 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 это его, как бы, ну, князья, приспешники То есть, с точки зрения священного писания прорисовываются такие моменты, когда видно, что Левиафан, Вильзебуб, там еще некоторые такие крупные названия, они как бы свидетельствуют о том, что это прислужники высшие, прислужники сатаны То есть, вместе с ним высшие ангелы, падшие вместе с Деницей Вот это Левиафан, это тоже, то есть, не просто крупное морское животное, а оно еще имеет вот такой вот и духовный смысл Вот как Деница, например, утренняя заря, но это еще имя сатаны Вот так же здесь, Левиафан это кит, но в то же самое время это еще и имя одного из высших князей сатаны Ну и кого имел в виду режиссер? Он имел в виду человеческую злобу Вы так думаете? Да, конечно, каждый из приспешников сатаны за что-то свое отвечает То есть, допустим, один там знаменит своей гордостью, другой завистью, третий ненавистью То есть, каждый какой-то демон, он отвлечает, знаете, как на мытарствах, каждый отвечает за какую-то свою пакость Вот, и я думаю, что этот символ, это символ человеческой неуемной злобы, на которой нет ответа Ненависти, злобы, жадности, глупости Ну то, что может быть море Говорят, море глупости, море зависти, море жадности Видите, как символично этот кит в море жадности, глупости и зависти, ненависти человеческой Поэтому, вот это в фильме хорошо Мне кажется, я, мое субъективное мнение, но мне кажется, что вот эти моменты очень хорошо показаны Вот сам главный герой сыграл вообще без капли фальши Он сыграл вот такого русского мужика, которого я, например, вижу 20 лет Которого воровывают, которого обманывают, которого давят власти Который вокруг вот этого всего крутилка Потом он начинает, он от того, что не может самореализоваться, начинает пьянствовать Потому что он, ну, как бы, чтобы как-то разгрузиться от этого всего кошмара жизни Какие-то проблемы То есть, вот это очень, очень показано, вот ярко показано Это правда, правдиво Ну, а то, что какие-то моменты есть, конечно, моменты того, что нехорошо так говорить о своем отечестве Да, и как бы показывать это на всеобщее обозрение Но в то же самое время и нехорошо молчать Потому что, вот представьте себе, да, человек болен раком, алкология у него И в то же самое время можно, конечно, молчать, скрывать Но вылезет все равно все наружу Ну, то есть, режиссер показал на все эти поруки Да, да Он их, вы считаете, он их усугубил? Или он показал наружу? Да, он их чересчур Он их сделал, да, гипертрофированными Он их вытолкал так наружу Потому что все-таки, конечно, до такого... Это беспредел начала 90-х годов Да, вот такое возможно было при пьяном Ельцине Возможно и сейчас, но сейчас появилось много механизмов Когда можно найти способы, как от этого всего дела По крайней мере дистанцироваться Ну, как-то можно защититься Хотя, беспределом всегда был И это нормально Тем более, что я думаю, что постоянно повторяемые фразы Вот эта всякая власть от Бога, всякая власть от Бога Они все там говорят это бесконечно Особенно всякого рода попы Мелкие, крупные попы Они все время об этом говорят Всякая власть от Бога Я, кстати, знаете, занимался этим вопросом Это слова апостола Павла Многие из святых отцов, в частности Исаак Сирин Они иначе подходят к толкованию этого вопроса У нас как бы воспринимается, ну, всякая власть от Бога То есть пришел Сталин, разрушил храмы Это Бог попустил нам за наши грехи Там пришел Ленин, там разрушил, там все сжег, там Это за наши грехи Пришел Гитлер, там спалил пол России Это за наши грехи Пришел Горбачев, разрушил Советский Союз Это за Божий промысел Это за наши грехи Нет, это наша тупость, глупость и беспомощность Потому что мы должны Бог дал нам свободу Мы должны отвечать за это Нефиг на Бога спихивать все зло Получается, что Бог источник зла Он и Гитлера попустил И Сталина породил, и Ленина Люди сами даже не понимают этого Это, знаете, как начинают Вот есть момент такой интересный в Библии Навуходоносор пришел и ограбил Иерусалим Разрушил храм и прочее все И там есть такие моменты, что я вот как Бог меня послал, как наказать Израиль Наказать Израиль послал меня Наказание Израилю Но это же не значит, что Бог настолько злобен, что это никак нельзя отвратить Можно, если человек молится и кается Ему тут же это все прощается То есть это не значит, что все равно тебе должны Ударить, убить Как, я уж не помню Забыл имя, сейчас тоже вылетело из головы Царь, один из иудейских царей Ему пришел пророк Нафан и говорит ему Ты должен умереть Вот, сегодня ты до утра не доживешь И он повернулся к стене Уперся коленями в стену И начал молиться и просить Бога Чтобы Бог дал ему еще немного жизни Чтобы он закончил свои дела на земле И тут же вернулся пророк Нафан И сказал ему Бог тебе добавил еще 15 лет жизни Чтобы ты закончил свои дела Понимаете, видите, как все Вот такой живой Бог Бог, который любит Это настоящий Бог А когда это вот там Синедрион И вот сидит вот этот бородатый дед в белом клобуке И начинает говорить Всякая власть от Бога, всякая власть от Бога Это неправильное толкование Это не святые отцы Это знаете, что Всегда архиереи придумывали себе Вот эти каноны для того, чтобы им удобно жить было На белом свете И когда-то это было действительно божественно А когда-то это немножко для себя Вот чуть-чуть для себя придумывалось И самое главное здесь, самое важное То, что власть, это имеется в виду Ну, это имеется не то, что приходящий Гитлер от Бога А это говорится о том, что само мироздание и сама жизнь от Бога проистекает Но все негодяи не от Бога А это дела человеческой свободы Ну, кстати, в фильме Будем все-таки поближе к фильму Вот эта мысль-то, она, наверное, может быть и проходит Показан ведь такой епископ Да, именно показан Вы говорите, вот надо уточнить Показан именно такой епископ Который вот эту власть Вот эту вот совершенно сумасшедшую, давящую народ Он ее объявляет от Бога Он ее, как бы, благословляет Конечно Иначе, если он не будет Гладит по голове Ему не будет пожертвований от ГУГО Благоустройства Терри Проведения канализации Выделения земли и так далее То есть они нашли полное взаимопонимание Конечно Значит, это в фильме вот показано так Причем затопчут самого слабого, беспомощного И еще будут кричать это, что это повелел Господь наш Иисус Христос И вообще вот эта вот евангельская, не евангельская, а вот эта вот библейская тема проходит через, видимо, через весь фильм Она видна, Александр, и вот этот вот разрушенный Но это прямо фильм по мотивам книги Йова Если быть до конца честным, это просто, это фильм по мотивам библейской книги Йова Кстати, эта книга, вообще некоторые из ученых говорят, что это самая древняя книга в Священном Писании Что она была написана еще до книг Моисея И что она была, эта книга, и вообще история Йова, это еще история древних правдцев Которые жили за 200, 300, 400, 500 лет до Моисея То есть это как бы самое такое древнее библейское повествование И по его мотивам именно снят Но я к тому же опять вернусь, что власть всякая от Бога Это жизнь мира от Бога А людей злобных приписывать к тому, что их благословил Бог Например, какого-нибудь губернатора или мэра, который грабит город И это тоже власть от Бога Это неправда Это неверно и неправда Это удобно придумано для этих архиереев, для всяких там вот такого рода людей Для того, чтобы оправдать действия власти Понимаете, эта фраза, человек постоянно предстает перед вопросом несправедливости власти То есть то, что поступают кровь, убийства, неправильные законы, насилие над человеком Никто никогда не пожалеет, не помилосердствует Как Христос в Евангелии всегда говорит о вдовице, о сироте, о милосердии Смотрите, здесь что получилось Вдовец, это женщина, сирота, которая в детском доме оказывается То есть о ком надо помилосердствовать, никто не помилосердствовал А все о вот этом чинуше, который вот в нем все помилосердствовало Потому что всякая власть от Бога Еще посадят на Пасху за столом и будут его пить многое лето За архиерейским столом Поэтому это, и потом говорит, что это во благо церкви все делается Во благо церкви Это мне, знаете, я вот всегда смеюсь над этим Есть у нас Чаплин, Фарисей Есть Чаплин такой, был Чарли Чаплин, да, а сейчас есть другой Чаплин И вот он когда-то такую сбацал шутку Это сойдет в все времена и народы сойдет Это его спросили, ну почему же такая вот высшая церковная чина себе роскошь позволяет Такие машины, такие там какие-то всякие, ну шик-шик-шик И он, знаете, что сбацал? Он сказал так Это знаете, для чего мы делаем? Это для того, чтобы мы с представителями власти, с депутатами Были, чтобы они чувствовали, что мы люди одного круга, одного уровня И я, знаете, в это мгновение задумался, боже мой, значит, с ворами, прохиндеями и убийцами мы должны быть Мы не должны их вести к свету, показать им свет евангельской жизни А мы должны устроиться с ними на одном уровне, чтобы они приняли нас за своих И почувствовали, что мы птица одного полета Больше того, сразу вспомнился момент о преподобном Сергии Радонежском Которому приезжает князь советоваться И не может его нигде найти И вот он видит старичка, который капусту в грязном подряснике в огороде сажает капусту И он выясняется, что это и есть преподобный Сергий Радонежский С которым он бесед, который благословляет, который душа России А представьте себе, что Сергий Радонежский собирается Собирает там монастырский совет, епархиальный какой-нибудь И говорит, так, братья, мне нужна крутая одежда и самый лучший конь Чтобы я был с князем наравне Мне же приходится с князьями общаться А ну-ка давайте ко мне сюда золотую посуду, серебряные ложки Да самую шикарную парчевую одежду Да он шьет себе Сергий Радонежский из тряпки Которую все монахи выкинули Шьет себе филонь И в ней служит в этой филоне Поэтому сразу задаешься вопросом Вот мне тоже вот это, я уж прямо скажу Задаешься вопросом В одного ли и того Бога верят Чаплин и Сергий Радонежский? Один ли Бог у них? Вот вопрос такой вот, знаете, прямо сразу назревает Вот как бы к одному Богу они молятся или нет? Вот Чарли Чаплин все-таки был более искренний человек Эти вещи сбацал не только Чаплин Тут бацает постоянно по радиовести ФМ отец Дмитрий Смирнов А отец Дмитрий Смирнов это вообще ПРЛ Ну ладно, не будем это обсуждать Мне понравилась его беседа с Познером Он тоже объяснял почему Познер ему говорит, зачем вы врете Он говорит, ну иногда вру Посмотрите интервью с Познером Вообще шикарная вещь, конечно Ну иногда Познер, конечно, немой человек Нет, нет, Познер, да, это неважно Это другой персонаж, это американский шпион Он тоже радует в этом отношении Он тоже рассказывает, как хорошо быть богатым священником Да, да Ну ладно, мы немножко отошли Хотя это близко к теме Но об этом можно говорить с каждым домом Оправдать можно все, что угодно Давайте теперь, если позволите, я немножко скажу Конечно, конечно Я наоборот даже рад Потому что я боюсь однобокости Знаете, вот когда смотришь, может что-то не заметится Я в несколько в ином ключе посмотрю на эти вещи В несколько в ином Хотя ваша мысль мне понятна Она как бы имеет право на то, чтобы Быть и уже осмысливать И соглашаться или не соглашаться с ней, не важно Мысль хорошая Значит, вот буквально сегодня Выкладывают в интернете Я вам сейчас сказал Интервью новосибирского священника Дмитрия Полушина А, хороший батюшка тоже Много лет вместе проработали Со знаменитым русским издателем Главным редактором журнала «Русский дом» Александром Крутовым Прямо вот позавчера у них интервью это было И о фильме «Левиафан» Вот очень неплохое интервью И люди, если захотят, они рекомендуют просто послушать Значит, основная мысль этого То, что они этот фильм, конечно, оба категорически не воспринимают Как фильм, который слишком очерняет Слишком, совершенно вот не нужно очерняет Вот это вот то, что они показывают в этом фильме Я бы сказал так Звягинцев это классик современного Современной эстетической чернухи Потому что, вот посмотрите Ведь этому фильму предшествовал фильм Елена Там еще у него есть несколько фильмов Да, отец Дмитрий говорит, что типа Звягинцев случайно Может быть не специально вот такие вот смыслы А я бы сказал, что специально он заложил эти смыслы Потому что он прекрасно знал Что именно очерняя, глубоко-глубоко вбивая вот этот вот очернительный клин Вы извините меня, вы не знаете, он получил какой-то Своего отечества, конечно Ну да Нет, ну его привознесли как наше все Понятно, что либералы обрадовались этому фильму Ну как же, ну этот фильм оправдывает то, что это Россия Она не имеет права на существование Вот посмотрите, вот что творится в этой России Вот так вот, и Звягинцев это выпячивает наружу И посмотрите, какая вот вещь, которую почему-то не замечает никто Вот она мне сразу бросилась в глаза Я давно о ней хотел сказать Вспомните нашего больнодумца Радищева А, ну да Да, путешествия Понимаете, какое прекрасное совпадение смысла Чудище, Обла, Азорно, Огромно, Соземно И Лавей И Лавей, да И Лавей, да Понимаете, либералы конца 18-го века И либерал вот начала 21-го века Как они великолепно перекликнулись Перекликаются, да Как они вот говорят И я вот считаю, может быть там не только Вот этой вот Как вы сказали, Левиафан Это описание там инстинктов и так далее Ну это да, возможно А мне кажется, вот эти вот два либерала того и другого времени Они присваивают это звание, название чудища и название Левиафана системе А система это и есть вот это вот сочетание всего, что понастроило вот это государство То есть мы живем вообще-то в рамках нашего государства Какое бы оно там было, не было, вы говорите, там всякая власть от Бога Не важно От Бога, не от Бога Мы живем в этом государстве Мы вправе на него влиять Мы вправе его улучшать Мы вправе добиваться чего-то такого Чтобы государство было все-таки ближе к человеку и так далее Но, и кстати, Радищев-то в этом отношении, наверное, более патриотичен даже Ну да, вы знаете, все, что было до революции Оно было всегда более патриотично Да Потому что оно не предполагало Даже, знаете, когда, например, Деникину предложили разделить Отделить Украину Он даже, он, будучи там, будучи, либералы тогда В того же время, они даже представить себе не могли Они всегда были патриоты Ведь Радищев говорит, оно лает, это чудище Оно лает Но это же не значит, что это чудище нельзя заставить Да, он взял Радищев, это старобрядческое какая-то Понятно Это чудище можно заставить Это знаете что, это старобрядческое представление о царе То есть антихрист Некий антихрист, приходящий вот против Христа Вот это чудище, которое стоземно лая Нет, нет, нет Я имею в виду, Радищев не сам придумал этот образ Нет, он не сам придумал Я даже где-то в свое время читал вот это самое Заимствовал Помните, там была книга Петербургский изгнальник раньше Да Я помню, что он взял это Я запомнил Чуть ли не со школьной скамьи По-моему, это он взял из описания Тредиаковского Тредиаковский поэт, начало 18 века Один из первых поэтов, потом Ломоносов Не помню точно, не буду И у него есть описание Описание вот этого чудища Почти дословно вот это вот Но он дает это как бы Когда царь, какие-то цари там Глянут в зеркало А они увидят вот это вот чудище Ну да В виде там пса Цербера или еще чего Вот что-то такое Понимаете, Радищев-то он Он это чудище как бы предполагает улучшать А посмотрите, что делает Звягинцев Звягинцев убивает это чудище Он показывает нам скелет Он показывает скелет на берегу моря Он говорит, что вот это чудище Уже не достойно жить, оно умерло Вот чему обрадовались все эти либералы Вы посмотрите Вот это вот Я не знаю, что они там заметили Но, во-первых, я бы тут вообще совершил Я вообще не заметил ничего Относящегося к власти Я просто сравню Радищево и Звягинцев Мне это очень хотелось Нет, вот в этом отношении Я с вами сто процентов согласен То, что есть из этого путешествия Петербурга в Москву И до этого поморья с этим китом И таким глубинным осознанием этого названия Левиафана есть, несомненно Но, вы знаете, я не заметил вообще никакого отношения к власти Абсолютно не заметил Почему? Все очень мелко То есть, тут даже никакого такого нет Там выглянуть куда-то там за говор Ну, кому-то там звонят, кому-то Понимаете, вот я вот заметил одно Мне люди говорят, что они заметили даже вот наши городские, допустим, вещи Нет, я вам скажу, я вам скажу проще Вот вспомните момент Вот он сидит, этот глава администрации за столом Вызывает там прокурора, начальника милиции и судью Это какая, это просто между собой Это человеческие отношения Это не система Нет, это не система А я бы сказал, что это то, что видят либералы в нашем государстве Создавшуюся вот эту систему Такие же воры и хамы сидят и в Англии, и во Франции, и везде Они как сидели, так и сидят Я, они всегда было и будет Это люди, они, как мы сказали в прошлом разе, удовлетворенное животное Это животное, оно все равно будет править миром И, но самая главная вещь не в этом Вещь в том, что это просто вот отношения друг к другу Это вот деревня, это отношение одного человека к другому И взаимоотношения друг с другом Все, это не система Это, знаете, как правильно объяснить Это то, что нам осталось Вот от всех наших глубинных Патриотических, духовных Духовно-нравственных, культурных отношений Это вот все, что нам осталось Осталась борьба за деньги, власть, положение Вот на своем огороде В своем просто личном огороде Не государственной системы Ну, понятно Да, вот просто в своем личном огороде Значит, вы высказали свою точку зрения Я высказал свою точку зрения Наши мысли понятны А Левиафан я воспринимаю как вот человеческую злобу Понятно, я понял Я воспринимаю его как врага рода человеческого То есть, это некое такое вот существо Которое выныривает из глубины человеческого подсознания И своей жадностью, завистью и злобой крушит людей Вы видите в этом названии просто человеческие чувства Ну, да Пороки чувствуют Ну, тоже не без оснований, это понятно А я вижу все-таки, что автор послал вот такой посыл на систему Мне еще вот, что очень импонирует в этом фильме Оно, комедия в драму превращается Вроде смешки, шихоньки, шашеньки И во вторая половина она вся прямо в трагедию превращается То есть, вот смотрите, какая уж там власть Как это все Это женщина, этот ребенок, который остается сиротой Это тюрьма, суд То есть, понимаете как Какая государь, какая система О чем мы вообще говорим Это мелочь Это просто судьба человека Это пожирает человека Его же близкие люди Которые его ненавидят, не прощают Хотят что-то свое Я вот об этом и сейчас хотел немножко еще коснуться Уже заканчивать надо об этом названии Ладно, мы видим каждый свое Не важно Но посмотрите, как Звягинцев Вот мастер вот этой эстетической чернухи Он не дает в этом фильме вообще ничего хорошего Никакого проблеска вообще человечности Ведь север, вообще-то на севере живут люди ведь не только черные Вот такие вот Север и Сибирь это люди талантливые Это люди нормальные Это люди, которые всегда давали такую пассионарную кровь на Руси Ну, понятно, что там спился там север и так далее Когда вот Советский Союз разрушился Вот этот Звягинцев выбирает брошенный поселок Во-первых, он заброшенный поселок для съемок выбирает То есть это нежилой поселок Специально подбор идет Он выдвигает такую тематику Самое мерзкое, что мне сразу от этого фильма бросилось Понимаете, собираются два боевых товарища Два боевых товарища Причем один из них из самых хороших побуждений Пытаясь ему помочь Собирает какой-то там компромат Приезжая к своему боевому другу Они сидят, пьют Ну, действительно разговаривают так, как разговаривают боевые пьяные товарищи Это сослуживцы Да И вдруг происходят вот такие вещи Товарищ вот производит такое С его женой там на глазах у детей И предают все Предает жена Предают друзья, соседи То есть полное предательство вокруг этого человека ходит Ну, разве это не выпячивание вот всякой мерзости Вот это и есть какая-то колоссальная чернуха Колоссальная просто Ну, давайте возьмем Достоевского Бедная старуха, пробили голову Чернух Понимаете, вот все будет чернухой Ну, все будет чернухой Там все-таки была Ну, вся жизнь чернуха Там была и Соня Майор-Миладова, которая опустилась до нельзя Но потом становится чуть ли не святой в конце книги Ну да, такая некая евангельская благоденница Ну, как бы вот так вот На нее все катаржане смотрят как на святую Да То есть Достоевский-то да, он показывает Но он показывает это, он показывает и любовь Ну да, он обычно, как бы все это, выход из тюрьмы у него всегда есть Ведь у него и Алеша Карамазов, и Иван Карамазов, они где-то рядом проходят Ну да И Алеша, это же любовь Я думаю, что, вы знаете, да, может быть много сильно чернухи там и всего, конечно А здесь нет, здесь все исключено И смысл-то в чем, что вот это и есть, вот это и есть настоящая Россия Смотрите все, смотрите на международных фестивалях Вот не даром вы эту Россию поливаете всякими санкциями, понимаете? Они заслуживают это Вот в чем смысл посыл этого фестиваля Ну, может быть, я не знаю Может быть, действительно, если это рассматривать с точки зрения Ну, враждебности к России Если вот, я просто не посмотрел на это с такой точки зрения Ну да, если это рассматривать, как оценивать государственность Как оценивать Россию, то это сплошная чернбуха Да А вот если на это посмотреть с точки зрения жизни и трагедии одного человека То это вполне имеет право на существование Потому что это действительно правда И это реальность И это... Да, трагедия человека, она, конечно, ее надо Ее надо говорить О ней надо говорить, о трагедии нашего человека Ну, что говорить, если я, например, приезжаю, да Там, генералу приезжаю, он говорит Например, человек усыновил, взял там ребенка из детского дома Напился, изнасиловал его этого ребенка То есть это, что для ребенка это не будет чернуха, трагедия? Да Но я не вижу здесь... Я не отношу это к России Россия настолько велика Россия настолько прекрасна Россия настолько многообразна Почему? Потому что у нас есть любовь В ней есть столько прекрасного и чудесного, да Что рассматривать это как вот, ну, какой-то... Я больше скажу Рассматривать это как будто срез такой России Это неправильно Это просто жизнь человека И больше скажу Мне нравится последняя фраза, которую говорит этот глава администрации Который целует своего сынка в макушку и говорит ему Сынок, смотри, это наш Господь и Бог, он все видит Я думаю, что этот фильм, с моей точки зрения О том, что нечего пенять на Бога И нечего все спихивать на Него На Его промысел, на Его власть и на все остальное Вы с этим согласны? Это фильм о том, что мы сами должны строить свою жизнь Исходя из любви Исходя из милосердия к друг другу Исходя из понимания того, что надо защитить как раз нищего И убогого, и сироту Даже если богатому где-то придется чем-то пожертвовать И раскошелиться Потому что вот представьте себе Администрация, да, в которой все есть И человеку, у которого ничего нет, его выгоняют на улицу Это человечно будет или нечеловечно? И начинать говорить о справедливости и милосердии Поэтому не надо на Бога спихивать все зло, которое люди делают Потому что Бог, Он есть любовь И в нем, в Боге нет никакого зла И если вот так говорить, что всякая власть от Бога И это вот постоянно твердить Это только для того, чтобы всех вот этих чинуш И мелких и крупных подлецов оправдать И сказать, что они чуть ли не от имени Иисуса Христа действуют Понимаете, это церковная легитимизация всех проходимцев Начиная там от Гитлера, который типа по промыслу Божию По пущениям Божиим пришел И заканчивая какими-нибудь Иванами Грозными Которые великие государственники на самом деле И в то же самое время просто психически чем-то ненормальные люди Если взять, например, его переписку с князем Курбским Там видно, что психически человек повредился Он пил мышьяк, сурьму там И в общем это интоксикация Ну да, я не говорю про молодость Я же не говорю, что он родился из утробы матери И метнул в кого-то пост Нет, я же не утрирую Курбским он писал о свете сил Ну да, ну там такая Вы знаете, Курбский пишет ему Ты же как, вот можно Курбского, можно предателем, кем угодно Но он пишет Да подождите, послушайте, что скажу Он пишет ему, ты же государь Ты должен миловать свой народ Ты как Бог, как Христос Должен быть милосердным к своим людям А тот пишет ему, я государь и мучениями, там убийствами предуготавляю души верных к Царству Небесному Как хорошо Значит тогда и Гитлер приготовил миллионы Зачем мы тогда жалуемся 27 миллионов трупов Он их приготовил к Царству Небесному Скажем Промыслом Божьим Жертвы Ивана Грозного были намного меньше, чем назад Да не будем мы вообще даже в количестве говорить Да не будем, давайте не будем считать это количество там жертв Не будем Ну есть, есть Курбский Грозный, тем не менее он государственник высокого плана Ну есть в нем такая Конечно Я опять же Как сегодня и говорю Я и говорю о том, что все очень должно смотреться с разных сторон Ничего не может быть однобоким Ничего не может быть Потому вот этот ревиафан Это если посмотреть с точки зрения государственности То это, да, это чернуха про Россию Плевок в сторону России А если посмотреть Такой недостойный А если посмотреть на это с точки зрения нашей внутренней личной семейной жизни И наших личных разборок таких вот кухонных То это правда Вот не смотреть с высокой государственной колокольни А посмотреть просто вот как поступают Если бы этот фильм давал хоть что-то Хоть какой-то маленький цветочек Ну да Любви и надежды Вполне возможно он бы имел право Вот на такое вот эстетическое существование В поле вот культуры российской Но без этого он просто падает В глазах И вы знаете, там есть даже и мотив предательства определенный Конечно Хотите сказать Скажу какой Какой Это мотив, который я вот лично я выдвигаю в претензии к господину Серебрякову Вот посмотрите, ведь ему предшествовало не только вот Звягинцу предшествовал фильм Елена Чернухи А и Серебрякова тоже предшествовал определенный фильм В котором он сыграл тоже такую муть совершенно Живет одна такая баба, помните такой фильм? А, да, да, да Жила была одна баба Жила была одна баба, да Тоже, тоже совершенно чернуха Ну так революционные события Революционные события, но показаны с такой мерзостью, понимаете Только с такой вот издевательством над народом, который переживал трагедию Ну зачем вот на это показывать и хихикать Вплоть до убийства там героя Когда он его расстреливает, он там курит, там поплевывая через зубы Вы понимаете? Вот это не высказать И Серебряков он убежал в Америку Это у него уже присутствует в душе элемент предателя Можно, да И психология предателя какая? Он всегда оплевывает то, что предал Ну да Вот это вот элемент предательства Я вообще считаю, что нам нечего стыдиться И чувствовать себя чем-то видоватыми Хотя это актеры я очень чувствовал раньше Вы знаете, я смотрю трезвомыслящие на все эти фильмы Может быть вы правы в том, что если человек вот с наивной точки зрения посмотрит этот фильм То он чувствует, что Россия плохая, что у нас плохая власть Что у нас все беспросветно, что у нас все-все-все-все Но я почему-то даже вообще об этом не задумался совершенно Ну как же этот фильм? Потому что я знаю, что мы ничем не хуже других Я знаю, что живем в нашем, отечество наше прекрасно Я знаю, что есть ошибки у многих И есть доброе, и есть плохое Я знаю, что есть Христос, и что есть фарисеи Я знаю, что есть апостолы И что есть те, кто будут распинать и убивать И кричать, возьми его, распни его, распни его Поэтому, как бы, на жизнь надо смотреть, ну, очень, с разных, многообразно С разных точек зрения Потому что есть много плохого, но есть и много хорошего Да, может быть, вот, это главная ошибка фильма, что ничего не показано такого, что могло бы дать свет надежды То есть, понимаете, вот, ничего такого, что, да Может быть, вот только вот этот ребенок, который блеснул там на самом конце искоркой такой вот маленькой И то даже Жертва, жертва, да Эти соседы, которые предали своего друга Они, типа, ты нам будешь как родной, да не верю я им Потому что они предали тут же, ни за что, ни про что, они предают своего друга Когда их за язык никто не тянул, они просто плюют и предают Ну, это какое-то просто издевательство Ну, меня, конечно, сильно зацепил вот этот армейский друг Который оказался не друг, не враг Который, не меня извините, я с армейскими друзьями всю жизнь дружу И вот такое, такое, это показать, это просто даже плюнуть и вот в это вот состояние Вот эту составляющую нашего общества Я вообще не люблю, когда это начинают выпячивать на показ И как-то вот этим козырять там всякими изменами, сексуальными отношениями и всем остальным Это когда начинаешь опускаться до вот, ну, инстинктов человеческих Там такие дебри, что лучше не стоит вот это вот прямо на показ указывать Ну, в общем, я согласен с вами о том, что вы правы И я тоже согласен с вами, что там есть и об инстинктах, и о чувствах Ну, и вот то, что я думаю, все-таки моя мысль тоже имеет право на жизнь Нечего спихивать на Бога все зло мира Что Бог там все видит и всем негодяям покровительствует И второй момент, это то, что всякая власть от Бога, это неправильное понимание этого вопроса Вообще неправильно И об этом не имеет права ни церковь говорить, никто, ну, кто хочет, может болтать Что бы там, нет, но я знаю и многое Знаете, вот если почитать святых отцов, вы увидите сами, что отношение раньше было другое Это не означает, что всякий император, пришедший к власти, всякий местный князек Что его прям вот Господь Бог И главное, любят, вот знаете, вот как бы и так хорошо, и так же Либо скажут, что это вот от Бога человек, либо скажут, что это вот Бог за грехи послал Что не сделай, все равно он от Бога Как мы не присуним, куда все равно... Ну, очень хорошо, что мы пришли вот к такому консенсусу Нормальному, абсолютно, я тоже с вашими мыслями согласен Это очень нормально Замечательно И я думаю, мы еще немножко посвятим времени Если кому-то неинтересно, могут и не смотреть Могут и посмотреть, кому интересно Значит, посвятим еще одному нашему корифею Современному кинематографу Наше все, это Никита Михалков Его последняя работа «Солнечный удар» Вот вы знаете, теперь можно я первый скажу, а потом вы Даже вы, человек, наверное, более начитанный, более, наверное, может, во многом более мудрый, чем я Особенно с такой религиозной точки зрения А я скажу, вот то, что у меня складывается Я не люблю людей, которые поливают грязью Тот период, который называют советским периодом Поливают грязью бездумно и беспросветно Как делает это Михалков? Михалков, который вырос в семье советского Практически обласкован советской властью человека Сергея Михалкова Он принял вот в своей вот этой вот кинематографической мысли последних времени Тотальное оплевывание советского периода грязью Особенно его вот первого становления вот этой советской власти Мы же, наверное, вот моя точка зрения такая Это было колоссально трагическое время И не надо в него грязью плеваться, его надо рассматривать К каждому моменту этого периода относиться предельно осторожно Почему? Потому что понятно, что были злодеи душегубы И совершенно люди отмороженные даже на голову Которые получили вдруг власть, огромную власть И начали какие-то эксперименты над народом Но в то же время там проходила Там проходила мысль спасения государства из бездны То есть там еще была такая идея Проходила она через других людей Пусть других, может быть частично и через этих же Что надо это государство вытаскивать из пропасти И запускать его на какие-то другие рельсы И становиться, как бы, запускать для чего? Ведь государство это существует для народа И те люди это понимали Только они видели народ один Они исключили другую часть народа совершенно Но для этого народа они хотели запустить государство вперед И действительно построить его Как бы там ни было, трагически это не произошло Но там были разные смыслы Я совершенно... Ну, фильм... Вот совершенно по-другому можно рассматривать Михалковский фильм Игра актеров гениальна Просто, ну, играют все просто... Отераторы... Просто гениальна Просто шикарно Камера, постановка вообще идеальна Там все, уже видно мастер кинематографа Я даже, вы знаете, обратил внимание Каждая вещь, каждая веточка Какой-то портсигар, который везет Какой-то... Вот каждая вещь живет Прямо жива-жива Жива-жива А я обратил внимание Я прожил много лет на Волге Я обратил внимание Что, ну, вот показывая вот это А там показывается северная Волга Это понятно по содержанию фильма Показывая вот это Человек просто, ну, ушел от реалии Если ты показываешь фильм реалистичный Покажи реалистично что-то Ведь мог же когда-то, вот совершенно Недалеко, Никита Михалков Помните, играл в фильме Жестокий роман Ну да Романс Романс? Романс Романс Значит, вы помните, какая там показана была Волга? Вот это была Волга Это были купцы Волжские Это были пароходы Это были вот плесы вот эти вот Волжские Ну, там видно было Это была правда Вот показана гениально И тот же Михалков там сыграл Паратова Гениально Я думаю, сейчас просто уже нет того, что было тогда Как это все показать Да элементарно Ну что вы, да ну что вы На Волге-то нету Нет, да где сейчас это все взять Можно было поставить реалистичнее То есть я понимаю, что там летящие шарфики, голуби Все это красиво, понятно И гениально с точки зрения кинематографа Там работающие механизмы парохода Там и так далее Все это интересно Ведь интересные находки художника Кстати, я не знаю, где он нашел этот пароход По-моему, такого нет просто сейчас Интересный художник Где он это все взял У нас, по-моему, ничего не найдешь Но приближаясь к действительности Все-таки можно было художнику Претендующего на показ эпопеи какой-то Все-таки показать что-то такое более понятное И близкое Показать тех же вот плесы, по которым ходили бурлаки Ведь это же можно Почему нет-то? Это же Волга, извини меня Вставь ты в экран пару барж, которые тащат там несколько в атак И все Если, конечно, купеческие причалы уже вряд ли их строить там и заново Нет, ну, показать можно было вот это вот А то показывают нам не те берега, по которым ходили бурлаки, а заросшие лесом Для меня это сразу бросается в глаза, понимаете Ну, не может такого быть Там же должны ходить в атаке бурлаков Там Волга, она милела И так далее, и так далее Ну, это, короче, выходит из реалий Ну, это так, замечание, может быть, оно не важно Меня больше интересует историческое вот это вот Если ты показал какие-то художественные фильмы Ну, может быть, ты претендуешь на исторические реалии Но ведь там же и с историческими реалиями большая загвоздка Колоссальная загвоздка, вы понимаете Зачем он показывает этих двух извергов Белла Кун и землячку Розалию Залкин Зачем он показывает в таком виде, который просто, ну, комический Просто комический Зачем? Пока тоже не выскочила из головы Насчет землячки я, кстати, соглашусь с ним Потому что она была сумасшедшая И вдобавок, ну, пример я вам один приведу Например, приводили офицеров, да, царских Сажали их на пол, и она ходила и каблуком раздавала Геи Италии, знали геи Италии И так далее, и тому подобное Это больные, это больные, это психические Это какие-то сексуальные, очень большие бренды А вот как раз Белла Кун наоборот Его и он изучил там языки Его путешествия там по государству Тут такая вот комичность Что-то он там кричит, богиня, богиня Да, что-то он кричит, это глупость Потому что на самом деле человек был Ну, ни с землячкой в один ряд ставить нельзя Да, это был жесткий волевой революционер Который организовывал, который держал В Венгрии целые там 130, по-моему, дней Была в Венгерской республике Потому что потом его оттуда пнули Но до этого он воевал еще и Конечно, поэтому За революционеров Я с вами согласен, тут это неправильный Неправильный подход, совершенно Зачем комично показывать Даже если эти люди изверги Но покажи ты Я думаю, знаете, это взгляд Белогвардейский Взгляд на... Вот эта вот Розалия Вот эта фиф-фиф-фифочка Да не была она такая, что вы, что вы Они все друг дружку стоили Это была жесткая волевая принципиальная дама Все не стоили друг друга Знаете, где Залкин была показана очень неплохо? Вот ее прообраз был взят в фильме «Служили два товарища» Вы помните, о которой приговаривают их к расстрелу? Да, к расстрелу Вот многие сказали, да, вот это вот Розалия Залкин Кто собирала это? Ирина Васильевна Может, вот там она была показана четко Хоть ее там автор фильма убивает Там она погибает при штурме перекопа А вот это вот Прообраз был взят с нее И более-менее понятный и нормальный Да, соглашусь с вами, что это комичный и глупый образ Сталин Балакуна расстреляли в 38-м, по-моему, или 37-м В 37-м или 38-м, да, расстреляли А землячку не расстреляли, она долго входила в состав Да, она сумасшедшая была В состав там работала Это очень удобно С ней Сталин не связывался Таких держать, как Балакун, опасно Потому что человек может какие-то интриги способен сделать Ум, талант и прочее А дура сумасшедшая Очень удобно в любом епархиальном совете На любом Синодрионе Это просто клондайп Потому что она будет всегда поддерживать линию партии С истерическими криками Безумно и неизвестно Какие эти способно экзальтированные поступки Поэтому, да, тут Это я соглашусь Это неправильный, не исторический подход И те же военнопленные белые офицеры Вот мне лично Хоть я и не отношу себя Вот к сторонникам белого движения Я могу восхищаться героями Определенными того времени Которые не изменяли своим принципом Своим словом Своей присягой Могу восхищаться Такие люди были Но то, что показывает нам Михалков Среди вот этих вот плененных белогвардейцев Они не оставляют Никакого вот понимания Такой белой идеи За которую люди все-таки воевали Они только что перенесли штурм этого перекопа Сдались Ну, вы знаете Вот этот все Исаулы Все эти играющие там В какие-то вот Ну, понимаете Я даже Ну, это какой-то А какая белая идея? А какая белая идея? Люди обреченные Какая белая идея? Какая? Ну, белая идея Какая? Белая идея она была Какая? Она ее как бы Что, возродить императорскую власть? Какая? Единственное Если она рухнула, то уже не поднимешь Нет Нет Какая идея? Идея? Я говорю об идее офицерской чести Как раз Ну, да Но это не идея, это кровь А вот я честно говорю Я честно считаю Что разрушилась и погибло белогвардейское движение Именно потому что не было идеи Вот Почему не было идеи? Потому что рухнула самодержавие Да Рухнула самодержавие Да То есть упал объект, которому они давали присягу Осталась честь Осталось офицерское достоинство Они же давали присягу Патриотизм остался Они давали присягу А ради чего? Нет Но в то же время допустим генерал Дитерикс в 22 году Он же имел возможность собрать последний собор и сказать Что ребята, мы изменили присяги Из-за этого нас порубали все Нет, я имею в виду Вот ради чего они это могли Вот понимаете А они не ради чего не шли Ничего У них не было ни царя Они не шли за царя Просто было как бы Это по инерции Движение Я говорю об офицерской чести Я же говорю Я не сторонник этого Я потому и не уважаю честно говоря Белое движение Потому что у них не было идей Было несколько таких очень серьезных вождей Талантливых Очень глупого Можно уважать генерала Деникина Да Гитерикса генерала Того же Врангеля Ну это люди И Врангеля И этого самого И Колчака И это все Колчака извините Я все-таки Житель Сибири Я знаю как он Как колчаковцы Походились по нашим деревням Нет Ну а сколько не ходил по деревням Немцы все кричат Что мы все в Берлине баб изнасиловали И тоже кричат Советская армия хуже всех Потому что пострадали все женщины от русских солдат Отдаю должное Колчакова И причем это так красиво описывается Как будто они кричат до сих пор Почему Понимаете поэтому Нет я имею в виду про Берлину Террор который устроили белогвардейцы в Сибири Нет нет я говорю про Берлину Он известен О нем все знают И он колоссально превосходил Террор который устроили в ответ И это всегда было Это всегда было То есть приснулись две силы Но жестокость обращения Все таки превосходила все Но Колчак да Он имел возможность Все таки Он не изменил царю Кстати В семнадцатом году он не изменил царю Он не был среди тех людей Которые сказали ату его Скажем так И только когда Уже был царь Сложил себе полномочия И так далее Он был среди тех офицеров Которые приняли это уже как должное Но не изменял Как Алексеев там генерал Или как русский Которые все подготовили Ну да Чтобы это сверли Да Вот те изменники Колчак нет Значит Колчак все таки Просто он такой человек был Он так считал что Вы понимаете Жуков Очень был жесткий Я хочу все так И его методы Жуковские Были крайне жесткие Но он был прекрасный И полководец Понимаете Если мы сейчас начнем Его рассматривать С точки зрения Нравственности Особенно либерально Европейской То это будет чудовище Если мы Колчака Будем рассматривать С точки зрения Вот тех Происходивших событий Ну да Это будет просто Они решили террором Они решили террором Загнуть на себя Просто русский мужик Он так решил Он так решил И причем он решил это Из-за любви к родине Он не из-за того что там он был Из своего понимания Из своего понимания Да Конечно Так же как и тот мужик Которого Уводили корову Он с вилами Выскакивал И протыкал Того самого Этого деятеля Из швондера Который в него Забирал Единственную надежду На жизнь Понимаете Он так решил Потому что у него просто Другого света в окошке не было Все И вот вы закончили С этим вот Солнечным ударом Солнечным ударом Да надо заканчивать Я просто Категорически Отрицательно Отнесся к этому фильму Как и к последним Произведениям Михалкова К тем самым Утомленным Который он Муржил очень много лет Мучил Мучил Домучил до такого абсурда Что невозможно Я просто не понимаю За что вот эти вот люди Стоят у нас во главе И считаются Он хочет Все хотят Новое Ивангелие написать Знаете То есть вот Какую-то такую уже Открыть истину Хотят А нового ты ничего не придумаешь Я хотел бы несколько слов сказать Я знаете что скажу Я опять же вот Хотел бы отбросить всю политику Отбросить все государственности Все просто вот это отбросить И знаете сказать что я вот в этом фильме Что я положительного в этом фильме нашел Ну во первых мне очень понравилось то что Расставлены приоритеты Мы не будем с вами обсуждать то что могло быть так Или могло быть это Вот взорвался вулкан Он взорвался Хорошо это Или плохо Может быть если бы мы там его забетонировали Возле основания Может быть он бы не взорвался А если бы мы туда атомную бомбу кинули То может быть он взорвался бы в другую сторону Ну что-нибудь бы было Ну произошла революция Это объективный факт И глупо совершенно думать Вот глупо вообще думать о том Что нужно было сделать вот так Чтобы ее не было Потому что мы уже все равно Ничего назад не возвратим И это просто объективная реальность И я вообще считаю что Ну если бы все силы какие можно были бы восстали Мы бы ее не предотвратили Потому что это Революция Это реакция на обман Реакция на обман Духовных отцов Опять же та же Скорозлость и отсталость церкви Падение авторитета Государственной власти Падение морально-нравственных ценностей Все вместе Она бы все равно произошла Но она имела Если бы мы вложили туда все силы Или террор там еще Она бы другую форму приобрела Она бы приобрела другую форму Вылезла бы эта грыжа с другого бока Все равно Это бы произошло Это нарастающая Объективная реальность Она не зависит от Того как бы мы хотели Вот как на Украине сейчас Это Объективная реальность Знаете как Болезнь Всегда воспользуется Слабостью организма Американцы Всегда воспользуются Дыркой где они могут залезть Они всегда пролезут туда Обязательно Если мы только даем слабину Обязательно там будет Гепатит Цирроз И не знаю еще что Какая будет болезнь Обязательно Это объективная реальность Поэтому Самое главное Что мне понравилось В этом фильме Когда говорит Вот этот Как же его В такой шапке Здоровенной Кучерявой шапке Говорит Когда все видит Все что творится Начинает Он говорит А зачем это все было нужно То есть Понимаете Вот Ничего это было не нужно Можно было спокойно Жить дальше Это первое Вот Можно было спокойно Это очень мудрое Да Вообще Зачем это Вот сейчас Давайте оглянемся на Украину И подумаем А зачем это все было нужно Да Незачем Зачем не нужно Майдан Да Не нужно А когда они Первый человек Который это скажет Вот там где-то Да Вот он будет прав Да И самое другое интересно То что Среди всей вот этой суеты Среди всего этого кошмара Самым главным Останется любовь И Она будет выше Всех государственных переворотов И она покажет Что для человека Для человека Как вот для того самого Существа человеческого Это самое важное И самое прекрасное Потому что А ведь он вспоминает это Среди кошмара Как самое лучшее в своей жизни Это предназначение человека Вот то самое божественное предназначение Которое вложено в человеке Поэтому Все то Было не нужно А было нужно только это Ну Дай Бог нам В наше время Все таки не допустить Что-то подобное Конечно Конечно Дай Бог ума Дай Бог ума Спасибо Спасибо Тоже всех благодарю Оставляйте свои отзывы Комментируйте Подсказывайте Вместе будем умнее Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok